Такие цифры сегодня на рабочей встрече с руководителем управления Роспотребнадзора Валерием Клиндуховым озвучил губернатор края Александр Ткачев. Глава региона напомнил, что курортный сезон еще не закончен. На Кубани продолжают работать более полутора тысяч детских оздоровительных учреждений. Поэтому все специалисты должны следить за тем, чтобы конец лета не стал историей об испорченном отдыхе. Тем более нередко бывает, когда дети приезжают в лагеря уже заболевшими. В этом году у нас как никогда наплыв не только взрослых отдыхающих, но и огромное количество детей, которые посещают наши лагеря, трубазы, дома отдыха. Это стало традиционным. Это, конечно, на Роспотребнадзор накладывается очень огромная ответственность. И понятно, что мы должны отпустить детей здоровыми. Ничто никогда не обращало их отдых, пребывание здесь на курортах Краснодарского края. Какая самая эпид-обстановка на территории края и особенно в этих детских учреждениях? У нас на сегодняшний день по итогам третьей смены самый высокий уровень оздоровительного эффекта. Он достигает 96%. Что было сделано? Прежде всего были организованы так называемые вкадные фильтры. Разный уровень заболеваемости на субъектах мы понимали прекрасно, что нам могут привести с территории, где намного выше уровень тех или иных заболеваний. Совместно с здравоохранением оперативно. Причем мы даже не допустили их в лагерь. То есть они прошли только в медицинский пункт. Также на встрече обсудили санитарную обстановку на краевых курортах. На Кубани ежегодно отдыхают почти 13 миллионов человек. И чаще всего туристы обращаются в больницы с признаками отравлений. По словам руководителя краевого Роспотребнадзора, зачастую люди травятся по своей вине. Употребляют в пищу немытые продукты или не соблюдают элементарные правила гигиены. На Кубани продолжают следить за санитарной обстановкой. Особое внимание уделяют состоянию морской воды. Сейчас в Роспотребнадзоре взяли более 7 тысяч проб. Незначительные отклонения зафиксированы всего в 2% анализов. Это говорит о том, что качество воды на побережье не вызывает сомнений. Если не пошли только в медицинский пункт. Продолжение следует...